В этом году отмечают важную дату в истории освоения космоса. 50 лет назад советская автоматическая станция Луна-9 впервые осуществила мягкую посадку на Луну. Это позволило запустить программу подготовки к пилотируемым полетам, а также передать на Землю первую панораму лунной поверхности. Тему продолжит Александр Батухов. Вот она, загадочная Луна. Впервые человек увидел ее совсем рядом. 50 лет назад эти кадры лунной поверхности стали мировой сенсацией. Так близко Луну человечество и правда еще никогда не видело. Фотографии передала советская станция Луна-9. Она первая в мире совершила успешную посадку на земной спутник, о котором на тот момент мало что было известно. Прежде чем отправить эту станцию на Луну, ученые должны были ответить инженерам, а какая поверхность у спутника Земли. Многие тогда полагали, что Луна покрыта толстым слоем пыли. И, возможно, для посадки понадобится, например, не шар, а иная конструкция. Споры по этому вопросу могли продолжаться долго, но Сергей Павлович Королев ждать не мог. И для того, чтобы запустить программу, взял всю ответственность на себя, написав собственной рукой, ставшую знаменитой, вот эту справку. Посадку следует рассчитывать на достаточно твердый грунт типа пемзы и подпись Королев. Успешная посадка произошла в феврале 1966 года. Конструктору Владимиру Долгополову тогда было 20 с лишним лет, а он уже входил в группу по разработке лунной станции под руководством Сергея Павловича Королева. Мы мечтали шлепнуться на более-менее ровную поверхность. Так оно и случилось. Посадить станцию на лунную поверхность, да так, чтобы она не разбилась, вот главная цель, которая стояла перед инженерами. При нынешних космических технологиях не бог весь какая задача. Но тогда этого еще никто не делал. Из пяти попыток только Луна-9 совершила успешную посадку. Аппарат проработал, ну, в общем-то, несколько суток земных. До первой лунной ночи он не дожил. Он снял три панорамы при разных углах Солнца. После этого уже этого аппаратика закончилась. Вот она, лунная станция. Это один из ее экземпляров, который так и остался невостребованным на Земле. Небольшой шарик весом до 100 килограммов, который в 66-м году в буквальном смысле совершил прорыв в мировой лунной программе. Луна-9 подтвердила. На Луну можно садиться, по Луне можно ходить. Ну и дальше мечты чего там можно натворить. Конечно же, советские ученые мечтали не только о Луне. И уже в 66-м мы снова оказались первыми, теперь уже на Венере. Впервые именно советская станция успешно долетела до этой планеты. Но совершить посадку тогда не получилось. Она произошла спустя четыре года, когда у инженеров было уже достаточно данных о Венере, которую до полетов наших станций даже считали пригодной для жизни. Вот этот аппарат, опускаясь на парашюте, опроверг полностью теорию о том, что на Венере есть жизнь. То есть были получены данные, что очень мощное давление. То есть он даже не смог до конца долететь до поверхности. На высоте 22 километров его просто раздавило мощнейшим давлением Венеры. Также было установлено, что температура там непригодна для жизни. То есть, как потом уже ученые выяснили, почти 500 градусов. Плюс 500 на поверхности Венеры. Ну и, конечно, дожди и серной кислоты. Советские станции впервые показали миру и поверхность Венеры, сначала передав черно-белые снимки, а затем вот эти цветные. После многолетнего перерыва Венера и Луна снова в центре внимания нашей космонавтики. На конец этого десятилетия уже запланировано возвращение на Луну, первое знакомство с которой состоялось 50 лет назад при помощи вот этого небольшого аппарата. Александр Батухов, Игорь Крецков и Екатерина Белова. Первый канал.